Дамы и господа, с вами снова Вечерний Покер! В борьбе за главный приз сойдутся Анна Костерова, российская журналистка, телеведущая каналов Россия-2, Россия-24, НТВ и Матч-ТВ Актер театра и кино, телеведущий, блогер Александр Сабанин Кинт, ветеран российского покера, один из главных специалистов по игре один на один Виталий Волов Легенда российского лыжного спорта Александр Левков Генеральный директор Warner Music Russia Александр Блинов Инженер и победитель сателлита Михаил Вастрокнутов Пусть победит везейший! Вечерний Покер Друзья, добро пожаловать на шоу Вечерний Покер Мы, как всегда, играем в самую популярную в мире игру техасских холдом Меня зовут Артур Васканян, я турнирный директор этой программы Я вообще турнирный директор покера очень давно в нашей стране Вообще директор, да Значит, у нас, как обычно, играет 6 игроков Где каждый игрок получает по 100 тысяч фишек 100 тысяч турнирных фишек То есть у всех равное количество фишек Мы играем уровни по 20 минут То есть каждые 20 минут у нас игра будет укрепняться Первый начальный уровень у нас будет 200-400 То есть хватает у нас глубины стека, чтобы сделать рейсы, ставить алыны, делать рейсы и все остальное Значит, у нас останется только один победитель Который получит этот нереально красивый и тяжелый кубок Где написано Вечерний Покер Он реально очень тяжелый и очень дорогой Все, я уступаю место Яне Яна будет с вами всю программу, а я буду рядом стоять Так что, если что, я могу Спасибо, Аркадий Ходи сзади, будем вместе играть Против всех Ладно Кубок я заберу? Конечно Чего он здесь стоит? Жена долго Тебя уже откачивает, поход Здравствуйте Надеюсь, все удачно прошли новогодние праздники И с новыми силами В Новый год Что, мухлюет, да? Я говорю, он подозрительный тип Кто, я? Да, я уже сделал Ну да, ну и что Самый чистый человек Ну да В музыкальном бизнесе это звучит как-то странно Это предубеждение Да И гордость У нас атмосфера тоже отличная Состав приличный Но это я просто в рифму говорю Состав-то тоже отличный Просто дважды отличный Это будет уже Хотя отлично, он отличный Наверное, дает суперотличный Что, у нас 400 Ожидаем соответствующей интересной игры Рейс-1000 Что себе? Дай-ка посмотрим Все-таки договорились с Яной, да? Да, ну вы, кстати, видите, да Что у Александра легко Всего 87,5 тысяч фишек Ну, потому что олимпийский чемпион Он способен на длинные дистанции Бегать, как мы знаем Лучше всех в мире Ну, наверное, несколько конкурентов имеется Поэтому боезапас ему нужен поменьше Вот не так, не такого ощущения Ты понимаешь? Ну, а если тупые шутки-мешутки Как сказал бы Городецкий Отбросить в сторону Мы пропустили несколько первых раздач Подключились, комментировали чуть позже Не волнуйтесь, ничего там супер важного Стэки все равно огромные Некоторые технические трудности у нас были Честно, это признаем С графикой сейчас все в порядке И поэтому спасибо зарядке Смотрим Только поддержали Там-то хоть одна пара была Сейчас вообще ничего нету Все интереснее становится Пять Две пары у Александра Легкова Есть возможность фишки себя вернуть назад Хорошо, что я ушла Блин, так и гнал Вот так вот Заруба Калирую Да, ну, поставил Александр Блинов После того, как флоп все пропустили Зарызил Александра и... Чек Чек Александр, Александр У нас три Александра сегодня Подожди, подожди Пятнадцать Пятнадцать Убедил Я ушел Его право показывать Или не показывать, да? Ты не хочешь показывать, да? Зачем подумать? Ну просто скажи, была девятка? Я думаю, ты можешь не показывать У тебя была девятка? Да, конечно, была Но никак ее не может быть Три девятки у него было Я просто обратно вернул Все Теперь можно спокойнее Я реально представляю, что это мои деньги Вот, поэтому я особо не раскидываю их Я тоже представляю, что твоих Вот-вот Тогда можешь ставить все Да, действительно Небольшую фору дал соперникам Олимпийский чемпион И вот следующий раздачу Александр Блинов, который до этого у него Фишки в основном забрал Конфисковал свои средства обратно Да что ж такое-то, а? Ну, здесь мы видим, что мог Рейзом и Александр Сабанин открыться И мог Александр Блинов после такого количества лимпов сделать повышающий рейс Но также привычно нам, что первые уровни очень спокойно игроки проводят Что-то типа валит шесть Проверим Чек Чек, чек Бет 1000 Кол Пас Посмотрим Кол Неуступчивый и легков Мы это тоже с вами прекрасно знаем Но еще раз скажу По фамилии я часто буду называть Александров Спасибо большое Дабы не путаться По кругу Директор Вот у нас как раз это трое Александр Сабанин Александр Легков Александр Блинов Лучше всего шанс на победу, конечно же, у Хотел сказать нашего спортсмена Ну, они все спортсмены Александр Блинов, наверное, тоже в некотором смысле Но из представления Александра Сабанина вы тоже слышали Да и по нему видно, да Собственно, в какой он форме находится Интересно Открывайте Пластитесь Туз Убедительных Ну все, теперь пульс точно 500 Кстати, мне интересно, какой у меня пульс был Я даже как сам Так, Вадим, еще не свои выиграл Представляете? Уже просит У меня стрит был Да? Ну, только я его скинул до того, как все появится Стрит не надо скидывать Если ты знал, что стрит Ищи похожие карты просто Хотя бы отдаленно Александр Блинов, большой, да? Начало довольно активное Но неплохие карты заходят И при этом мы видим, что мало кто склонен что-то выбрасывать Пульс высокий у Александра Сабанина Хотя, как мы знаем, что у спортсменов обычно пульс понижен Вот что можно легко увидеть по Александру Легкову Может быть, сегодня будут какие-то ситуации? Начинается Начинает летать Зачем это летать? Сложные? А какие нужны? Поскольку натренированные сердца у спортсменов Капец Это раздача, это хорошо спорта Частое биение Мы вряд ли увидим, да? Может быть, слушать нужно? Ты хочешь забрать, а масло выйдет? Я сразу заберешь Я вам, видимо, с самого начала не понравилась Какую сторону там движения? Ну, пусть потом все Не знаю, мы пока карта Александра Легкова А вот теперь знаем Ой-ой-ой Ну, я контролирую Так, объясните мне, пожалуйста Что за ерунда какая-то вообще происходит? Два валетов, две дабы Ну, хороший флоп для Александра В том контексте, что король есть на доске И здесь очень много он не играет Если бы все три карты были ниже Десятки Пришлось бы проиграть много Ну, судя по ценам Не, давай я от тебя начну Ну, чего от меня? Ну, две Ну, я примерно так и хотел Я так и подумал Ставка продолжения в треть банка Конечно же, Легков Блинов платит Чек Еще две, да? Давай еще две Здесь, конечно, уже логище было бы Большую ставку делать Сердце Сердце остановится Ну, мы добираем с флэш-дро Добираем с каких-то кармашек, может быть Ну, большую я имею в виду Там, может быть, хотя бы 50% поставить А не 20 Чек Чек, открывайте Убедительно? Нет? На ривере не придумал Блинов, чего добирать Потому что короля он не выбьет, разумеется А флэш-дро не заплатит Хотя там король Да что-то король свечет Александр, ну, расскажите Как в вашей жизни появился покер? О, какой сложный вопрос Какая интересная история, оказывается Это надо вспомнить Это надо вспомнить Давайте Мне кажется, он появился Когда мы с моим младшим братом Начали в него играть И у нас еще такая вот компания Друзей образовалась Которая этим всем интересуется И мы собираемся В загородном Удачном формате И играем Шутим Что-то обсуждаем И это Происходит По выходным дням обычно И на самом деле Такой очень жизнеспособный формат Для нас уже Так, наверное, больше 7 лет Мы этим занимаемся Но не каждый месяц, естественно Не каждый Пореже Но все равно вы такой Получается опытный покерист Ну, по сравнению С уважаемыми соперниками Думаю, что нет Я думаю, что да Все, моя Точно Почувствовала Ну, с Кентом Конкурировать будет тяжело Потому что Виталий Стоял у истоков Российского Покера То есть я положила А потом скину Да, сначала положить А потом смотреть Так, наиболее удобно Как раз Ну, Александр Анна Михаил Тезка мой Можно отдохнуть Они, по-моему, поменьше играют В покер Ощущение Просто Еще 200 Ком Ком С Анной Кастеровой Мы вместе работали Во время Олимпийских игр 2014 года Где как раз Александр Легков Завевал Олимпийскую Золотую медаль Это был 14-й год То есть 7 лет назад И получается, что Замуж за Евгения Малкина Анна вышла Наверное, где-то через пару лет Через тройку Ну, в любом случае Это было менее, чем 7 лет назад И уехала в Америку И вот там именно Анна Стала играть в покер Потому что Многие игроки из НХЛ Ну, и Женя Малкин Любят покер Вот То есть у него Опыт меньше 7 лет Теперь опять Я теперь в другую сторону играю Олимпийский Легкова на покер Насколько я знаю Подсадил Илья Трифонов Это тоже было не так давно Ну, а Александр Сабанин Послушаем его Наверное, расскажет Как давно он В эту замечательную игру играет Не, ну, хотя бы так Нет, нет Ну, да, наверное Бэт Писчо Что было? Актерского А что актерского Я просто не понимаю Плюс три на руках Нормально Я же на свои играю И Миша Подражали сейчас все Строю материалы Можно заработать Потом Если че Поиграли Ну, конечно, был Ну, я так Что ж, ладно Показывать не буду А сами Думайте сами Но было бы интересно Вот Надо играть Надо, надо Друзья Сейчас посмотрим Молодец Супер Мих Буду за него топить Похоже У нас имена чем-то Ну, единственное Что я просто Мих Слышали вы Шутку Простой материалы Потому что именно Ими занимается В своей Обычной жизни Михаил Но для души Играет еще и в покер С недавних пор Это 500 у тебя Это 400 Не будем нарушать гармонию 800 Рейс 800 Пас А тогда Нельзя было В той Нет В той Можно было Конечно Но, наверное, не нужно Мне Сах, а что у тебя тогда было Один тут Или два Два И тут два Тут один Там два Уже не сходятся Да, что-то Уже не сходятся Я, кстати, просто Карта очень У меня У меня только имена Много тузов У тебя Александр Да Ну, решил здесь Михаил Изолировать Соперника Пас Да, я думаю Вот Надо же какую-то Динамику разную Иметь Чтобы сердце билось Единственное Что, когда мы хотим Все-таки остаться Один на один С соперником Рейс Нужно делать Большего размера Ну, в 3,5-4 раза Если он до этого Уровнял большой блайнд Иначе мы даем Очень хорошие шансы Банка Ну, и просто Даже если быть любителем И не считать Вот эти самые Проценты Понятно, что Доставить совсем немного Нужно И никто не выбросит А у нас рука Ну, которая Все-таки лучше Один на один Играла Ставка продолжения Диапазоном Ставит Михаил Разумеется Он играл рейсы У него есть Короли Дамы Тузы Туз Король В диапазоне Туз Валет А все-таки Если у вас соперников Были бы короли Или дамы Наверное Они бы сыграли Или рейс Или ререйс Чек Ну, на флопе Гатшот У Александра Сабанина Был У Александра Блинова Двусторонний стрит-дро Здесь уже пошел Блифовать Нормально Все, все Фишка Сабанин Куда надо Пошла Совпадение Гатшот Не стал сдаваться Супер Мих И Дележка Чек Чек По нацовому стриту У Александра Сабанина И Супер Миха Можно собрать Кто-то думает Просто Если Если думают То не собрать Шесть Бать шесть тысяч Ну, я думаю Просто колл Сыграет Александра Для того, чтобы Если вдруг У его тезки Окажутся две пары Может быть Он тоже заплатил Или заплатил с девяткой А если он переставит Все равно Колл получит Только от такой же руки Сейчас не обязательно Уже с нацом В позиции Играть ререйс По правилам Раньше было необходимо Делятся, да? Не катит Восьмерка Могли бы постарше Михаил Вы прошли Онлайн-отбор Вот расскажите Вы На какой стороне На темной Или светлой На стороне Покеристов То есть Насколько вы Глубоко В покере Или Случайно Выиграли Отбор И сегодня Будете просто Как вот это Ваше хобби Ну Я думаю Что конечно же Моя победа Была закономерна Уверена Первое место Но при этом Я на Джи Всего же год У меня 300 турниров И Вероятнее всего Я играл в покер Меньше Чем многие Кто будут Сегодня за столом Расскажите Немного о себе Я знаю Что вы приехали Из Питера И вы Суперспециалист В недвижимости В недвижимости Да Это по специальности Так Но еще и В строительных материалах И технологии Их применения Различные Строительные материалы А также Продажи Этих Строительных материалов Вы сегодня Можете столько Интересных Инсайтов Выдать Про Рынок Недвижимости России Если Это будет интересно В общем-то Могу Да Насколько глубоко Вы в покер Вы знаете Там игроков Наших Следите Может за кем-то Стримы смотрите В джи Я попал После стрима Глиба Тримзина У него была реклама И В общем-то По этой ссылке Я и зарегистрировался ДДХ Я смотрю Привет Шипит Как говорится Еще смотрю Ну еще многих Стримеров смотрю Из ДДХ Это Толик Даша Тренер их Минтона Потом Не, ну вы в теме Да-да-да Бэйби Шарк Ну вот Лорем, конечно Не, ну вы вообще Очень глубоко в теме Я всех этих людей не смотрю Это будет больше интересно смотреть А потом я уже начал играть То есть заинтересовали Ну вот вы Позавчера Получается выигрываете Сателлит Следующие 24 часа Вы судорожно Начинаете смотреть Весь вечерний покер Чтобы понять Вообще Как и что Это так и было То есть в 3 ночи Завершился В субботу Уже получается Турнир Радостные эмоции Я Очень и рад И не знаю что делать Ложусь спать В 6 утра В 8 утра Встаю Дела обычно Никто не отменял Значит Следующий вечер и ночь Я смотрю Вечерний покер Как играть И как это происходит Ну если кто-то не знает Шипит Это по-английски Надпись Ship It То есть заноси Все сказали Что нужно менять Динамику Как мы видим Неплохой бэкграунд Хоть и не такой Большой Но насыщенный О, супер Миха Глеб Тремзин Шесть Коля Никитин Чего? Миллионов? Даша Шесть тысячи Кубов леса Ну даже несколько Поэтому надо сказать Что речь о Даши Крашенниковой К слову И Глеб Тремзин И Даши Крашенникова Участие в нашей программе Принимали Минтон в этом сезоне Обязательно сыграет Ларем сыграет Я не думаю Что у меня Какие-то могут быть Там экстренные ситуации У меня просто К вам просьба Да, я сама принимаю решение Простите, пожалуйста Спасибо Так, сколько я поставил Сколько тебе поставил? Шесть тысяч Шесть Ну у него по-любому Хорошая карта Он прям засиял Я чувствую его энергетику В общем, и питерские Чувствуют Мне нужно четыре, да? У меня просто тоже хорошая Анна у нас девушка Строгая, но справедливая Могу это сказать Как человек, который Как я уже отметил Не раз вел сани эфиры И если что-то Происходило не так Какие-то накладки То Анна могла Сделать замечание Коллегам по работе Но опять же В целом Это было по делу Она привычно К разным стрессовым ситуациям Сильные руки До флопа И у Миши И у Ани Как раз Аню Я, наверное, могу называть Аню А с Мишей Ну мы только познакомились А когда можно Типа прокрутить еще? Если в Аллыне Будет игрок Когда торги Уже невозможно Ага Пробуем Продакин еще Девятцы Три, да? Да Ну да Непонятно Не борется вообще Рейс Интересно То есть на флопе тишина На терни поставил Михаил Анна решает сыграть рейс 15 Перерейс 15 Я поехала домой Рада была тебя видеть Взаимную Кастерова Сколько я поставила? Аня так ласково Ко всем по фамилии Всегда обращается Это не то, что она как-то Не помнит, как меня зовут Доставить Да, сама себя загнала Здесь в непростую ситуацию Не надо было делать рейс Ну а теперь вроде Анна начинает думать Есть ли там какие-то флэш-дро Десятка в ее руке А червовая блокирует Какие-то блефы 15 тысяч здесь рейс У вас уже 6 тысяч Я вообще отчаянная Это факт Что она отчаянная Ну кол немного лишний Скажем так Извините, Семин был неправ Анна что-то знала Нет Ну слушай, такие ставки Домой Согласен Сколько тебе? Я думаю Сейчас Паша оторвется 25 Чип-лидеры Видишь 25 Саня, поблажь Красиво Красиво Ну Аня изображает Что у нее девятка Песня такая есть Михаэл не блокирует Никакие флэш-дро Может быть там у Ани Туз переигранный Платит он Круто Круто Ты понимаешь, Лев Я же не говорил Рядом Заманила Можно фишки Крупье Да, можно Это конечно фантастика Докрутить на терни И купить два аута По риверу Аня Кто бы мог подумать Что ты играешь в покер Расскажи Как вообще покер Появился в той жизни Кто бы мог подумать Что я играю в покер Да, на самом деле Я как бы профессионально Никогда не играла Просто Это такое приятное Времопрепровождение С друзьями У меня Муж тоже Иногда играет Тоже с друзьями В покер Поэтому Ну как-то В общем Я знаю комбинации Поэтому почему бы и нет Раз уж ты сама Упомянула мужа Несколько лет назад Евгений снимался Тоже в покерном шоу И вот Сейчас вот Семейный подряд Теперь ты выступаешь Защищаешь Что-то Он тебя подготавливал Как-то К съемкам Ну нет Нет Он сейчас Занят Своими тренировками Поэтому я его Даже как-то По этому поводу Не отвлекала Нет Это была чисто Моя инициатива Ну естественно Мне не хочется Так скажем Грязь лицом Упасть Конечно Но вот видите Надеюсь Что как-то я Продержусь Не самый первый Вылечу А у тебя был На ривере? Да На ривере я написал Ну если два аута На ривере будем ловить В таких Неоднократно Ререйжных банках То конечно не вылетим Первыми Какие-то две Какие-то две Какие-то две Ну такое Да До ривера Я был Конечно же В конце Десяточка Не получится Поехать домой Вот так В одном Мгновении Отлично Разыграл Неплохо Какой у меня пульс Сейчас Александр Ваш Анна Пульс у вас 100 Для вас тоже Немного завышенный Потому что Аня спортсменка Она Регулярно посещает Тренажерный зал Как можно увидеть В инстаграме Она Ведущая Спортивного канала Так что Форма у нее тоже В порядке Пульс не должен Скажем так Обычно зашкаливать Есть только В каких-то Нештатных ситуациях За всех Передавай Чет Анна как Да Слушай У меня аж Адреналию Просто Люблю Это чувство Когти Орла Накастеровой В данном случае Не зацепились За флоп Ну и Виталий Имел лучшую руку На терне Уже Имеет руку Непобедимую Попробует поставить Чтобы заплатила Восьмерка Может 9-10 Валет 10 Заплатит Молодец Еще один ведущий За этим столом Да Ну Александр Может быть И расскажет Про это в интервью Он на экстремальных Каналах Он на экстремальном Идет Проекты И богатый опыт И богатый опыт И богатый опыт Имеет Не только в качестве Участника Но и раз Пас Журналист Ведущего Тоже наш Не узнали Не узнали Хороший пас От Александра Сабанина Не секрет Это было дома? Ну понятно Что там надо выбрасывать Но многие любители Этого не делают У нас в шоу Вообще в принципе Лучше чем валет Согласен А когда ты Девятка дает Вообще сумма Да Когда по жизни валет Не очень хорошо Да Мы всегда лучше Мы еще не умножаем Да Эти фишки Или уже Можем 360 Ну Первый банк За хентом Пока он присматривается Пока кстати Виталию пожалуй Хуже всех раздают Ну и Александру Сабанину Тоже не очень Хотя у него тус валет Хотя бы один раз были Что мне нужно сделать? Принять решение А Вы меня ждете Да 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 У Супер Миха Не самое приятное начало Пол стека проиграл Он в раздаче Нетривиально сыгранный Да А вот сейчас Вутика пошится там Чтобы просто Время не тратить Потом разберет Сейчас Ну здесь Главное Психологическая Уверенность В себе Потому что Блайнды 300-600 У него почти что 100 больших блайндов Это Потрясающий Боезопас В таких стеках Можно играть Долго и очень долго Понятно что У нас здесь Уровни довольно быстро Меняются Но именно На данной отметке У него со стеком Все в полном порядке С шутками Добавляйте С шутками Говорят что Не скучная игра Смотреть же будут Ну что вы Начинаете А на арене Лучшая рука У Александра Сабанина Он поставил У Ани Здесь Семерка дает Стрит Валет Червова есть Поэтому она Флопе заплатила Ну на терне Уже сдается Почувствовав Что где-то здесь Что-то не то Ну что СПБ в игре Что флэш-дром Может быть мертвым СПБ в игре А я сейчас Еще немножко подумаю Как в этих Модных Американских Сериях Хорошая у тебя рука Вообще отлично А карта Чистая сама Вообще Просто Лучше По-другому Вообще не можно У нас же пульс Наверное уменьшился Нормальный У тебя вряд ли Пас Виталик все читает Александр Сабайзин 134 пульс Но главное Что он забирает Этот банк Ладно Это тоже деньги Да-да Ну так за хлебом Саша Ну расскажи Как в твоей жизни Случился покер На самом деле Так как я еще И спортсмен К тому же И всегда Есть чувство Азарта Хочется выигрывать И не хочется Проигрывать А покер Дает Отличные ощущения А также Дает возможность Прочитать человека Попробуй Программировать Прочитать Если человек Профессионал Конечно же тяжело Но для своего Вот этого вот Понимания Образа человека Что он на себя Представляет И сразу же Максимально быстро Начинаешь думать И пытаться его Просчитать И это очень интересно Это берется Такой азарт И время летит Очень быстро И соответственно Дайте новые ощущения Эмоции Проигрыши Побед Это всегда очень здорово Когда тебя Как на волнах Кидает И конечно же Как любой спортсмен Я хочу выигрывать И я уверен Что Сегодня Тоже будет Хорошая возможность Проявить себя И как минимум Хотя бы В двойке В тройке Остаться Я только что Читала твою анкету Твой максимальный Выигрыш 500 долларов Максимальный Проигрыш 100 Во-первых Поздравляю Это в плюсе Это уже Достоинно Мастерство Да Что это были за игры То есть вообще Какой у тебя опыт В основном Я играю на интернет По платформах Когда еще Покер Старс Был И все остальные Потому что Ты можешь Был Тревожно Сейчас где-то В офисе Покер Старс В моем телефоне По крайней мере Да В любую минуту Можно было зайти И поиграть Также на деньги Это большие турниры То это практически Сидишь всю ночь И выигрыш У тебя там получается 50-100 долларов Но суть же По большому счету Не в деньгах Хотя деньги Это тоже очень важно А в самом процессе И соответственно Как сказать Я не настолько Азартный человек Чтобы прям Болл-ин Все пойти Поставить Как многие Залезают в долги И вот Они кайфуют от этого Как бы они не говорили Потому что все равно Азарт это наркотик Я более скромно Более так продуктивно И поэтому я в плюсе Я смотрела У тебя за плечами Уже есть два проекта Это русский ниндзя Замуж за Бузову И теперь вечерний покер Подборка Просто шикарная На самом деле Вы мало посмотрели Да Потому что это Википедия не все знает Википедия наверное Сделала небольшой перерыв На мне Что я пропустила Ну на самом деле Я еще актер театр и кино И снимаюсь в различных сериалах Которые идут на таких каналах Как ТНТ Пятница И сейчас мы тоже закончили День сериала Он уже вышел Буквально была Первая серия недавно Вот Опять таки На ТНТ На перезагрузке Я консультирую по фитнесу Вот И на самом деле Как бы Не принято мужчине Гореть о себе много Поэтому будем скромными Википедии это принято Википедию меня просто подставило Ничего страшного На самом деле Просто к сожалению Вот для меня Как для человека творческого Немножечко обидно Когда ты принимаешь участие В серьезных проектах Таких допустим Как в Большом театре Но запоминают тебя По поверхностным По Бузовой Таким да Проектам Как допустим Бузова Ну Русский ниндзя конечно Тоже более-менее серьезный проект Потому что он есть во всем мире У каждой страны есть свой Ниндзя варьерс Вот Ну тем не менее Знают уже хорошо У меня теперь задача У меня мой хороший товарищ И мой тренер Такой огромный качок Он там Чемпион России Призер там Разных международных турниров Такой Бодибилдер И ну можете у меня Где-нибудь в сторис посмотреть Иногда выкладываю Сашу Бараулю И вот он поехал Как раз Мы позвонили Из проекта Русский ниндзя Пригласили на кастинг Я его отговаривал Говорю Дедушка ты уж старенький Там тебе 43 года Куда ты собрался Он Да не-не-не Нормально съезжу Ну в общем Съездил на этот проект Русский ниндзя Вот в котором В своем время участвовал Вел по-моему Да его даже Александр если ничего не путаю Ну и вот Мой тренер там Поучаствовал В кастинге Пробежал одну дистанцию Зачем-то И вот уже Три месяца еле ходит Там мышцу себе Какую-то порвал Понял что это не его Но я решил что я тоже Не пойду сейчас В проекты Русский ниндзя Лучше знаете Я вот буду этим Видом спорта заниматься Двигать Фишки Смотреть карты У нас безопаснее О Представляет его В три раза Михаил Супермих В позиции То есть Ставки Абсолютно Профессиональные То есть Не значит что Все действия Будут профессиональными Со стороны наших участников Но это тоже показатель Что в покер Они явно не первый день играют Что кого Мое слово Конечно Сколько ты говоришь 3600 3600 я говорил Да Поторгуйся с ним Он же этот Ну ладно Давайте Сыграем Александр Легков Подрейс Трибет Не выбросил Король валет Но может быть Он внимательно смотрел В чем я правда Сомневаюсь Финал Второго сезона И вот там Король валет Это была просто Супер мощная рука Которая выигрывала всегда Что в руках там Павла Черемисина Что Да я посмотрю Посмотрю Интересно В руках Павла Косинского Арсен Постоянно с ним И церство демонстрировал Но сейчас Легков В непростой ситуации Если доска За него не заступится В восьмерке не выйдет Король или валет То он проиграет здесь Нет Я даже думать не буду Что смысл Приличное количество фишек Красиво Давай еще Бет 5 тысяч Ну ладно Здесь уже рейзить Не мог Александр Блинов Получился неплохой блокбет От Легкова То есть он выбрал Небольшую сумму ставки Которую Сам же и назвал А если бы человек Сыграл Возможно Заплатил бы больше Да Могла попасться бы на этом Да Не везет мне с тобой Да я надо бы вынести Косинский А мне везет Пока что Да я понял Пока что Походу я первый поеду Посмотрю А после встречи не метил Я просто встречу На 5 часов Здесь назначил В круг Есть время Ну пока Самый активный у нас Александр Легков По количеству Разыгрываемых рук Самый аккуратный Хинт Хотя Виталий Специализировался На коротких столах И Тримакс По-моему он играл Ну и по хедзапам Разумеется А мое слово Извините Извините Являлся одним из Можно сказать Основоположников Дисциплины Где нужно разыгрывать Большое количество рук Но здесь не то что О Стоило мне сказать что Хинт Меньше всех играет Ему не заходит Как туз король Анна Курнику Посетила Виталия Пас Анна Кастерова Согласилась Поиграть с Хинтом Да Прекрасно Красота Побежает Теперь уже вопрос Кто профессионал из вас Шаг к риверу узнает Судя Я ни на что Ни на что не претендую Ну во флоп попали оба У Анны старшая пара И десятка бубновая есть У Виталия пока что ничего Но если выйдет бубна Он соберет Неповедимую комбинацию Ну здесь понятно Что Виталий просто платит Нет смысла блефовать Вряд ли там Анна ставит Если вдруг у него Какой-то полублеф То он его бьет Вспомнить надо Оружие А если там у Ани Например валет или флеш Она его не выкинет Поэтому две улицы заплатил На ривере Наверное ничего не бьем Ну может быть Обыгрываем Какие-нибудь король-дама Разномастная С королем бубновым Просто пока что Виталий не знает Как играет Анна И не проще заплатить Немножко за информацию Ну ты там что-то Поднос себе говоришь Ну я специально Четыреста восемь Чтобы испортить телефон был Растем Не говори У меня башня Мне кажется уже больше твоей Ирина Надо реально по-женски Относиться Башня больше становится Вот так Относиться недельам Цвета под жирами Да Под цветовой гамме Даже Четыреста пожалуйста У нас строительных А четыреста Я кладу Да Четыреста Угу Пожалуйста Пожалуйста Павел ваш слово Пас Пас Ну это уже не смешно Пас 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 Мы вдвоем У нас уже столько событий А мы играем все Стартовый уровень Каждый почти раздач Какой-то экшен есть И ну В определенном смысле Закономерный Там не сказать что Могу Бэт 800 Ничего не имея Игроки там Ставят Платят Третья пара у Анны Неплохая рука у Александра Блинова И пятерка дает стрит И туз есть Окей Аня защищает свою руку Играя через Чекрейс Кстати красивая игра Потому что мы выбиваем какие-то Абсолютно пустые блефы Но эти блефы нередко будут с оверкартами Решил сюда 10-9 поставить Ну 10-9 не так страшно У нас десятка Ну там не знаю 9 валет поставил Мы их выбили уже хорошо Рядом Но конечно Александр должен был платить Еще у него две бубны На доске одна есть Натер не усилился до совпадения А ты как не уверен Я думал что у тебя ничего нет Либо тоже что-то очень маленькое Я думал что тут может стрит будет Что-то это четверка Ничего другого Я тоже так думал Вот додумался Видишь 400-800 И вроде А это я перепутал Да конечно не 200-400 А с балл уровня А то я сказал что уже столько раздать Все таки да 400-800 это третий уровень Тут невыобразимое количество Интересных банков Но все равно Стартовые стеки Больше 100 больших блайндов И тем не менее Анна уже в полтора раза почти Свой боезапас увеличила Да мне одного раза хватило Ну сейчас Мы не знаем руку Анны Но знаем что очень неплохая у Александра Все для момента что-то изменится Ну что Чек 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 Ну нет смысла Каждый ставит двумя десятками Хочу чтобы ты еще поиграл Отдавай не надо Ну давай Открывайте Опа И опять эти десятки Ошибка в графике у нас Теперь я понял Ла не были две десятки Поэтому он нигде не ставил А вот Александру на ривере Доехал король И Соответственно он забирает этот банк Для него совсем не лишний Ну с почином Александр А то давненько уже фишки к нему не уезжали Саша Ну впервые в вечернем покере Олимпийский чемпион Мы взволнованы Даже не ожидал Что я впервые Олимпийские чемпионы Мне кажется Всегда здесь были Постоянно приезжают Какие-то звезды Спортсмены Реактёры Нет, это все фигня была Все фигня, да Олимпийские первые Ну слушайте Значит сегодня выигрываете Знаешь вот мне Постоянно говорят Хватит задавать вопросы Офтоп Надо про покер Но не могу не спросить Расскажи Вот играет гимн Россия Там поднимается флаг Ты чемпион Там вся страна смотрит Плачет Я всегда плачу Какие чувства Что вообще в голове В этот момент Их просто не передать Это самое крутое Что может быть в жизни Нет, понятно Что есть еще Обалденные Ощущения Испытать можно Классные чувства Там при рождении ребенка Не знаю, может свадьбу У кого-то У кого-то любовь Но ничего не сравнится С тем, когда ты стоишь На пьедестале И играет гимн страны А если это все еще происходит У тебя в стране И проходит Предположим Хозяйка игр Да, та страна Где-то стоишь С какой-то страны То это просто Взрыв мозгов Это вообще ничем не сравнить Круто Это ощущение На всю жизнь Но самое главное Проблема тоже есть Что потом ты не можешь Испытать эти же эмоции Можно засыпать бриллиантами Я не знаю, что еще Золотом Не те эмоции И вот этот кайф Уже Но посмотрим Ты еще не выигрывал Вечерний покер Знаешь, у нас тоже Когда чемпион Берет этот кубок Мы все орем вокруг Ну, я согласен Я просто люблю торопиться Очень быстро все делаю Поэтому здесь может Это пролететь мимо Но ничего Везет же новичкам Правильно? Ну это да А вот знаешь про новичков Твой друг Илья Трифонов Наш дружище Поговаривает Что вы Шипулин Ты и Илья Поигрываете в покер На ваших выездах Да, да Так это Вот они, можно сказать Меня и заразили этим Когда ты сидишь На берегу моря Или океана Рядом есть Какие-то Напитки вкусные Типа чаев Да? Желтого Так, темного цвета Такого Кремового Не знаю Ну в общем Все, что у меня Пролетело сейчас в голове И ты сидишь На берегу океана Конечно же С друзьями Поиграть Это Одно удовольствие Ну вот Какой у тебя сейчас Покерный экспириенс? Только Трифонов И Шипулин? Да, конечно Слушай Не, у меня есть У меня есть один момент Как-то Когда начиналась пандемия Это сейчас рассказ Это как сказка Жили-были Шипулин Трифонов Легков Начинал Как анекдот Заходят в бар Да, да Начиналась как раз Пандемия Поехал Шипулин Отдыхать в Сочи На пару дней И оттуда звонит Своим друзьям Говорит Давайте встретимся Соберемся Поиграем немножко покер Ну так как друзья У него все Все согласились Собрались все Когда Шипулин Прилетел из Сочи В Москву Мы сели все В одном месте Поиграли три часа И через четыре дня Все слегли С коронавирусом А, я знаю эту историю Так это ты был Тот самый Какой-то загадочный Друг Трифонова Я был последним Из этого списка Кто заболел Они мне звонили Уже в четверг И говорили Что они все заразились Все болеют Уже температура 38 Я им сказал Забудьте мой номер И больше мне Ни когда Не звоните Я продержался Еще сутки И они меня включили В группу Коронавирусники Ровно через сутки Да, классная история Одного заслуженного Мастера спорта Про другого А ЗМС Очень Приятные Позитивные Молодые люди Не только крутые Наш спортсмен Антон Шапулин Александр Легков Ну и примкнувший К ним всего лишь Мастер спорта Но уже можно сказать Мастер покера Я уже подготовил Ведущий матч ТВ Коллега Анны Костеровой Илья Трифонов Которого мы здесь Всю упомянули Но он будет этому Только рад Пас Кстати, вот Зима началась И я уже несколько Видел там Включение Хоть я не смотрю канал Но прихожу в зал Включаю телевизор И вот там вещают Откуда-то Илья Трифонов И Александр Легков Пять Пять Пас Ну, надеюсь, что Подтянут друг друга В покере в том числе Хотя спортивная форма У обоих Порядки Что-то надо делать с ним С чувством юмора Тоже все хорошо Ну, легко Трифонов-то хуже Городецкого В плане какого-то там Умения Работать со словом Хитро Ну, а у нас тем временем Александр Блинов Выигрывает очередной банк Казалось бы, что Анна Костерова Тут раздачу за раздачей Важную Заносит в актив Ну, а Александр Блинов Так тихо и сапой Уже 160 тысяч собрал У Анны 140 Но у кого-то мало У Супермиха мало И у Александра Легкова Да, немного Ну, не знаю Я думаю, что меньше Чем в среднестатистический Человек 600, да? Да Запоминаю только Если сам что-то плохое сделал Тогда, да А если просто Происел что-то Ну, немного Относительно Именно других Стэков То есть Два раза меньше У Легкова Чем у Анны И чем у Блинова 3, 10, 5 Кидают сразу А так это все Те же 100 больших Блайндов Чек Чек Здесь Я понимаю уже Кто выиграет Раздачу А, выбросил Карты в пас Александр Блинов Вот С него были 6-3 Он их выбросил Сейчас мы Разберемся С графикой Да Старшая пара Александра Легкова 3 тысячи Ставка Натерни Да небольшая Получается В падении Александр Сабанин Платит Я же начинаю Всегда так Там мало Да крути Что-нибудь Там Еще что-то Ну, день Сегодня такой И вы видите Что Ребята С потрясающей Энергетикой И как часто Комментаторы Раньше Левидение Говорили Что техника Не держивает напряжение Не может вынести Вот такого накала Поэтому у нас Происходит Такая небольшая Игра Графики Но сейчас доска Абсолютно правильная И карты правильные У Александра Старшая пара Легкова У Александра Сабанина Вторая пара Я скинул 6-3 И совершенно не лишние 15 тысяч Прибавляются К стеку Лыжника Я постараюсь Вообще ничего не сбрасывать Все равно Да пофиг Ну да Можно Надо было посмотреть Неправильно Я думал Что он На самом деле Немножечко Остановится Такой Тагил Что ты думал Ты остановишься Ты как И когда я останавливаюсь Ты че 50 километров Остановишься 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 О башне Это О башне Что мне нужно Поставить что-то Нет Да У вас 800 Большой 5200 Ну Александр Блинов Сразу Говорит Нет Аня Мы тебе Не дадим Посмотреть Флоп Задешево Аж 5000 Дает Рейс Не платят Здесь Виталий Волов Даже Такой Сильный Карты Как Король Дама Ну Мастевого Туза Александр Сабанин Решил Не выбрасывать Я конечно Могу Так Но Хоть Башенки Пускай Постоят Чуть Интересно Очень Перспективная Рука Даже Небольшой Фаворит Здесь Сабанин Потому что У него Флэш Дро И две Карты Выше Карманной Пары Блинова На флопе Выбросить Он не может Хоть И ставит Ровно Банк Александра Но У нас Есть Перспектива Собрать Например Если Сильная Рука Александра Блинова То Он нам Еще И оплатит Наш Флэш Еще раз 10 тысяч Ставит Александр Блинов С одной Стороны Цена Хорошая Ну Здесь Наверное Тоже Надо было Уже Платить Единственное Что мы Без Позиции Чуть Тяжелее Нам будет Добирать Если Закроется Флэш Он Походу Дело Остается В Крокусе И Купит У Дорогая Покупка Ян Давай Справим Это Уберазумение А Че В атаку На одного Что ли Хочешь Вот так Вот А где Фэрплей Здесь Как в кино Кажется До себя 400 800 Это Дружеский Покер Ну Покер Может быть Дружеский Но Александр Блинов Как-то Фишки Себе Все Забирает 175 Тысяч Я Такого Честно Говоря Не Припомню Наверняка Было Но что У нас Первый Час Игры Не Завершился А уже Почти Два Стартовых Стэка У одного Из Участников И Это При том Что Каких-то Там Отдельных Супер Больших Банков Не Было Каких-то Кулерных Ситуаций Была Одна Очень Большая Раздача Но Она Она Была Без Участья Александра Блинова Включились Включились По чуть-чуть Начать Они Там 10 20 Чек Александра Блинова Также Вторая Пара Есть У Супер Миха Вообще Ничего Нет Раз Ничего Нет 6 Кстати Хорошая Игра Но Если Мы Хотим Здесь Оставаться С нашей Рукой В раздаче То Мне Рейс Вполне Нравится Потому Что Ну Десятка Мы Не Выбьем Но Мы Выбьем Какие-нибудь Восьмерки Девятки Если они Поставили Мы Защитимся Вот 9-8 Двусторонки Какой-то Она Скорее всего Тоже Не выбросит Но Мы Ее Заставим Платить И Вот Мы Выбиваем Семерку Лучше Не Мог Здесь Ничего Стузом И Семь Сделать Александр Легков Как Мне Пришли Ставка И Рейс Для Него Казалось Очевидным Что Его Вторая Пара Не Играет Сильная Игра Со Бывшего И будущего Участников Нашей Передач Может быть Бывшего Будущего И бывшего Будущего Потому что Если Лонглиф Вечерний Покер И будет Много У нас Сезонов То Разумеется Мы с удовольствием Тех профессионалов Которые к нам Приходили Тоже еще раз Пригласим И надеюсь Они Тоже не откажутся Поучаствовать И Глеб Тогда Может быть Снова посетит Эфир Вот Ну в общем Глеб бы Одобрил Это действие Со стороны Супер Миха Посмотрел Да Чек 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 Лучшая рука Пока что Легкова Но тяжело Здесь ставить Совпадение Теперь А не только Двусторонний Стридро Александра Блинова Но младшие У они Всего лишь Так называемый Готшот Четыре карты Все В колоде Ей Дадут стрит Собрать Ну и Чек Это у нас Агент 007 В результате Александр Сабанин Собирает Лучшую комбинацию 2000 Кол Поставил Еще получил Оплату Открывайте Карт 28 Выше А я Дополнительные 2000 Одну Свою И одну От Александра Легкова Направил Александру Сабанину А что Все Молчали 800 Пожалуйста Что-то есть Хотел Фуршет В голове Поднялось Да Час Это большое Время Особенно Для покера И Нервной Энергии И умственной Тратится Немало Ну Говорят Профессионалов Я это разумеется Ни капли Не затрачиваю Даже Когда играю Было бы что Как известно В целом Любовь приходит И уходит А кушать Хочется Всегда Вот Это Удача Вот Так Это Кто-то Раздает Мне Кажется А что Всегда Есть Крайние Мол Самый Был Сильный Хотя Похоже Что Да Действительно Небольшое Затишье В диалогах Неплохой Сейчас рано Александра Сабанина Но даже Если бы он был Плохим То Две троечки В такой Спокойной Игре Разыграть Не ошибка И можно Вполне Сыграть Через Лим Потому что Нам легче Будет Заплатить Рейс В случае Его появления В случае Отсутствия В любом Случа Отсутствия В любом Случа При любом Раскладе Мы хотим Побольше Соперников Увидеть в банке Когда он С маленькой Парой Поймать Сет Ну Потому что Без сета Мы Много Фишек Все равно Не выиграем Но зато И не Проиграем А вот Откройся Троечка И было бы Красиво Анна Кастерова И Стридро На терне Превращается В нац Оттуда Слышно Сюда Виталий Решает Поставить Сам Ну Наверное Аня Будет Сразу Пробовать Добрать Через Рейс Сколько там Две пятьсот Да Да Для тебя Это что Две белых Однократные Синие Две пятьсот Пять Вы рейс хотите Сделать Нам нужно Объявлять А рейс Тогда пять Да По правилам Если одной фишкой Бросаете Такого Предыдущей ставки Плоский рейс Играет Анна Но не выбросит Здесь Виталий Потому что Миша Там банкет Нормально Еще посидишь Лучше На банкет Вдруг там Туз У Ани Туз Кстати Молодец Моментально выбросил Александр Блинов Туза Ой И лучшая карта В колоде Для Ани Потому что Вторую пару Покупает Виталий И Решит Сейчас заплатить Еще раз Ну лучше Туз Только был бы Да Еще более гарантирован Виталий платил бы А так По двум парам Оплачивает Что ж такое Вернула Вернула Между двумя Александрами Все складывается Да 170 тысяч Уже у Ани А вот у Виталия Остается меньше 70 Так себе Начало для профессионала Море А где ты играешь Может быть Я тоже там Уже могу Да Видимо Море Похоже на то Так завлекают Виталик Ну мы тебя Не видели Миллиарды лет Ты не держал Как я думаю Фишки в своих руках Года два С начала пандемии Да Да Так было Держал в руках Свою дочь Вот Которая у меня родилась Вместо фишек Это поинтереснее Потяжелее Но тем не менее Я рад вернуться Да Уже подержал Ты сегодня Прямо Из декретного отпуска По сути Выходишь По факту Так и получается Да У меня жена Сегодня вышла Из декретного отпуска И я получается Тоже С вечера будете обмениваться Как у кого прошел Рабочий день Да За кальяном И дочь И дочь Будет спать Ну Ты два года не играл Ты сейчас хотя бы Есть какая-то там Тревога Волнительность У меня была Единственная тревога Она уже ушла Кстати Тревога ушла Потому что пришла Я могу говорить Про имена гостей Да Пришла Анна И сразу было видно Что у нее Отличное настроение Она просто сказала Два слова И все Раскрепостились Типа Залубались Все будет круто Что это за два слова Это нельзя говорить Не на самом деле Просто Единственная была тревога Не в плане игры А чтобы не получилось Какое-то Скучное Неинтересное шоу Я уже понимаю Что будет весело Как бы все очень приятные люди Ну и я тоже И ты Ну и ты Я тоже Чуть-чуть И Яна Очень приятная Ой, Яна вообще огонь И Семин Артур Лысый А Семин Ну Семин Ну Семин, да Да Ты смотрел Я знаю, ты смотрела Выпуски Вечерного покера Я чувствую По тебе видно, что человек Который смотрит все выпуски Подготовленные Да Ну за кого стыдно Из наших Слушай, ни за кого не стыдно Кстати Я, видимо, слишком мало выпусков смотрел Потому что где-то Должен быть такой человек Все здорово Мне нравится Непринужденная атмосфера И все, в принципе Что еще там может нравиться Нет, на самом деле Очень здорово Потому что если вдруг Случайно получился Не очень веселый В плане диалога выпуск То всегда есть Миша Семин Который всегда Разрядит обстановку Ну и, собственно Вот так как Собственно, Миша Семин О тебе все сказано Да Сегодня Как Ты собираешься Бороться В чем твоя сегодня будет сила Слушай Хотелось бы всех зашутить Просто так И под шумок Просто забирать фишки До смерти Да, до смерти Хотя соперники очень такие Я чувствую, кстати Что вот они прям хороши Кроме шуток Да То есть, казалось бы Я говорю Ерунду какую-то Я прям чувствую Что будет интересно Что в душе Они прям Боятся Ну что, один там Олимпийский чемпион У него как бы спортивный характер Да, кто? На который За Бузову Замуж за Бузову Частник А я думаю Нельзя про это говорить Но я просто смотрел Замуж за Бузову Я серьезно смотрел Я сегодня такой Блин, знакомое лицо Это же мой Я, кстати За него болел Я его старше Я не помню За кого я болел Мы-то очень Не за него Возможно, да Потому что он А я смотрела Русский ниндзев А что за русский ниндзев Самое главное Можно уже Нам в сюжете Прозвище придумают После вот этого Первого круга Давай Меняй Попробуй Молодец Виталик реабилитировался В интервью Поскольку за столом Пока что Большого количества шуток Не видно Но Ахин всегда Отличался тем Что он Не так искрометно Зажигает Как там Михон, например Он же Минтон Которого мы ждем В нашей передаче А Ставит где-то одно слово И даже иногда удачно И некоторым даже смешно Ну, не до смеха Вроде пока супер-миху Но видно, что Парень Дружелюбный Позитивный Не стал даже Доставать из кармана Пепельницу И бросать ее В Яну когда-то Открыла Два у Тани Кастеровой Не решился Наговорить Ане Тоже ничего плохого Вовсе не потому Что ее муж Один из двух самых Известных Российских теннисистов И может прийти Ой, хоккеистов Прийти с клюшкой Да и без клюшки Может прийти Объяснить Что не так Просто супер-мих Молодец Хороший Добрый Сейчас узнаем Интеллигентный Замачиваю Молодой человек Анна решила Добавить агрессии Ну в принципе Она и так действовала Довольно резко Не сказать Что там просто Собирала комбинации Старшая пара Аня Еще и дама Трев Ну совпадение Есть у супер-миха Супер-михи И ту стрефовый Ты фуршета И не доживу Да? Все уже фуршет Закончился Посмотрим Что скидываем Карты И хочется И колется И мама не велит Ну наверное Надо одну платить Здесь Но еще Александр Сабанин Своё слово не сказал Давай еще одну Посмотрим Давай Кол 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 Александр Видимо здесь Хочется уйти Как надо Поиграть Не знаю Что он хочет собрать То есть у него Здесь А Он теперь потер Но появился гадшот На флопе не было ничего Там Будь хоть одна Бубновая карта При том Что для этого Сабанин Выбрасывал Карты Ну в более там Сложных И неочевидных ситуациях Еще раз я говорю Что по фамилии Я вот Александров Периодически называю Из-за того Что у нас их трое А не потому Что проявляю Какое-то неуважение Или кого-то Не знаю по имени Тем более Что имена все написаны Ну здесь же Супермих Должен понять Что На его она На его На флопе Еще может был Терну Потерну Трефу купить Так фартить Постоянно Не бывает Такого Ну а как Ну а как Говорю как есть Может Слышал Фартить Скидывай Я даже боюсь На перерыв Уходить Может мы перенесем То есть это Измором Взять Такая тактика Смотри Все На тебя Строитель скинул Да вот я Говорю Нет Я с удовольствием С девушкой поиграю Поэтому Красава Вот я понимаю Ну здесь же Александру вроде надо Охо Яна Что ж ты творишь Вот я бы сейчас точно достал пепельницу Если б курил Умеешь я тебе башенку Давай попробуй Или на соточки Разменяешь Больше Ладно То есть не имея Абсолютно ничего На флопе Только перспективу Собрать бэкдор На стрит Именно Купить десятку И девятку Именно это и делает Александр И выигрывает Банк 46 тысяч Ну я думаю Ладно Перед перерывом Чуть-чуть Спасибо Да собрал Я же просто Щупаю Щупаю пока Ну что Действительно Хотя бы на ривере Не так много поставил Здесь Александр Сабанин И Первая Такая сжигательная часть Завершается Совершенно неожиданно И с точки зрения Своего хроноветража И с точки зрения Текущего результата Вот тот телефон Это был Что это Пожалуй Удача тут всегда Где-то рядом Дилер с новой колодой Мысли приводит порядок Не пытайтесь Критиковать Мои пороки Я игрок И по жизни Мне все покер Мне все покер Я в плюсе Я на подъеме Это азарт И настоящая страх Я уже в финале Этот банк огромен Я его забил Конкретно Заходит масть